За прошлый год на национальных дорогах зарегистрировали более 41 тысячи нарушений при помощи машин-капканов. Все они связаны с превышением скоростного режима. По данным Национального инспектората общественной безопасности, в прошлом году больше всего нарушений машины-капканы выявили в Кишиневе – более 20 тысяч. На втором месте – Еловенский район, где зафиксировали более 6400 случаев лихачества, и на третьем – Бельце – более 6000. Самыми дисциплинированными оказались водители в Чемишлийском и Дрокиевском районах. Там спецавтомобили выявили не более ста нарушений. Мнения водителей по поводу машин-капканов на дорогах разошлись. Я бываю в городе каждый день и вижу, как много водителей нарушают правила и едут на очень высокой скорости. У меня маленькие дети. Хорошо бы таких машин было побольше. Машина-капканы – это неправильно. Они должны быть как следует оборудованы, как и все полицейские автомобили. Проблесковыми маячками они – ловушки, спрятанные за деревьями. Это плохо. Потому что, когда полиция стоит с проблесковыми маячками или камерой стоят там, где они должны быть, то это нормально. Тот, кто нарушает, тот и будет нарушать. Тот, кто не нарушает, тот не будет нарушать. По словам представителей НИОП, в настоящее время имеется всего шесть спецавтомобилей. Они расположены только на национальных трассах и предназначены лишь для выявления случаев превышения скорости. Кто-то считает ситуацию нормальной, потому что увидел ловушку и замедлил движение. Нас радует, что некоторые водители сигналят, что автоловушка где-то рядом. Этот водитель больше не ведет себя агрессивно на дороге. Любителям быстрой езды грозат взыскания до 1800 леев и пять штрафных очков.